Сегодня мы будем рисовать на крафте, на крафтовой бумаге, кто видел уже похож у меня рисунок есть, вот такого плана, когда мы используем крафтовую бумагу для нашего скетча. Еще был у меня на серой бумаги здесь, скетчбук состоит из разных цветов бумаг и вот такой вот на серой у меня был скетч, тоже очень здорово смотрится. То есть мы используем бумагу как некую такую основу, рисовать мы будем спиртовыми маркерами, это немножко не особенно наверное для крафтовой бумаги, но вы наверняка уже с этим сталкивались. Бумага немножечко пропускает, но есть подложки, куда-то, а вот, есть подложки и их можно положить и не беспокоиться и не переживать, поэтому у меня я сразу вкладываю, чтобы не думать об этом. Вот такую вот композицию я сегодня подготовила для вас, сейчас мы сделаем быстренько карандашный рисунок еще. Так, все, готово. И помимо крафтовой бумаги нам обязательно будут нужны простой карандаш-стерка, белый карандаш у меня это полихром, сакура ручка гелевая десяточка и для детализации я бывает использую черный либо сиреневый какой-нибудь карандаш, темные оттенки. Линером, наверное, мы не будем сегодня пользоваться. Ну и, следовательно, сиреневые, сиреневые, простите, розовые оттенки для босоножек, причем нам буквально там 1-2 цвета и сиреневые оттенки для сиренево-серые, оттенки для джинсов. По телесным мы будем смотреть, скорее всего нам понадобится буквально темно-коричневый цвет либо темно-серый, который мы будем использовать в теневых участках и, может быть, на оттенок, буквально на тон нам нужно будет отделить объем, сделать у ножки. Так, немножко скетчбук нужно выгнуть. Так, рисуем механическим карандашом. Кто будет со мной рисовать, пишите, тормозите меня, если что, спрашивайте, вопросы задавайте. То есть по композиции мы, в принципе, будем полностью использовать данный рисунок. И выстраиваем сразу ножку. На крафтовой бумаге, возможно, карандаш будет не так виден, но думаю, я посильнее придавливаю, чтобы вам было видно. Если что, пишите. Так, могу чуть-чуть сдвинуть. Давайте мы можем на время убрать комментарии и я просто буду рисовать, а позже включу и мы зададим, если что, вопросы. Либо вы, кстати, можете сложить там комментарий поменьше. Я вот в данном случае вот так вот, у меня все видно, допустим. Так. Что за скетчбук? Скетчбук мой спутник. Отключите, пожалуйста. Ну, хорошо, давайте я отключу. Сейчас я попробую это быстро сделать. Все, выключаем. Выключаю комментарий и позже мы с вами включим и пообщаемся, отвечу на вопросы. Давайте сделаем карандашный рисунок. Чтобы не скучно было, я немножко буду говорить о процессе крафтовой бумаги особенности, потому что это довольно-таки такой необычный материал для маркеров. Так, сначала я намечаю основную вот эту форму всю. Так. и сразу вторую ножку подрисуем. Мы не до конца даже можем порисовать, но мне принципиально дорисовывать прямо до краев. Так, там у нас каблучок. Почти не видно. Наш основной акцент это передний план. Поэтому, в принципе, то, что там даже не видно, ничего страшного. Так, и встраиваем теперь пяточку. Смотрите, в крафтовой, в рисовании крафтовой бумаги, ну, маркерами, маркеры у нас служат как бы больше как основой. И для того, чтобы нам, допустим, сделать какие-то светлые участки, мы больше используем белый карандаш, белую гелевую ручку. У меня есть, если что, еще пошаговка в моем профиле. Я, наверное, вам сейчас напишу, чтобы вам было более понятно, с кем вы сейчас имеете дело. И вообще, кто будет со мной рисовать, можете ставить потом хэштеги. И мой хэштег МКИРА. Так, чтобы было видно. Я думаю, сейчас видно. так, погнали дальше. Дальше у нас идет прозрачная часть. Она у нас в любом случае видна. И вот этот участок такой, изгиб у ножки идет, и изгиб у самой босоножки. Сначала прорисовываем ремешок. Немножко. То есть джинсы у нас, учитывая, что поверх ноги, у нас должен быть в любом случае небольшой такой зазорчик. Того, что ткань ложится на предмет. Так. Какие-то мелкие прям детали, как вот шовчики. Я лишь отмечаю вот этой линией. Но я не прорисовываю их точечно, как там вот они уже идут. Почему? Потому что просто на данном этапе мне это не нужно. Потому что мне надо будет потом заново перекрывать цветом, и они просто пропадут. Так. Бляшка на самом деле потоньше, поменьше точнее. Что-то я ее такую огромную прям сделала. Поизящней. Так. И у босоножек у них там есть, если рассмотреть все крепежи. то есть вот эти детали я уже подрисовываю. И вот этот шовчик тоже. Так. Там вот виднеется другая босоножечка. Босоножная часть. Так. Здесь, не знаю что, но какая-то часть, фрагмент. А, это стойка, на которой они стоят. Вот здесь. Здесь будет отражение. Так. И там у нас идет отражение в зеркале. То есть я его слегка тоже обозначаю все-таки. Но уже не прорисовываю так прям, как... Как здесь у нас джинса и все остальное. То есть всякие шовчики. Там больше пятно и силуэт. Так. Так. Ну и в принципе, карандашный рисунок у нас готов. Этого вполне достаточно. Отражаем. Так, здесь есть. Так. Потом, если что, посмотрим, что нам нужно еще там подрисовать. Так. И вот здесь нам нужно бахрому показать у джинсов. Ну, причем я так ее на мелком делаю. Потому что все равно я буду потом это карандашом беленьким делать. И у джинса у них получается шов. И идут вот такие вот, как бы, прессованный возле шва. Такая штука. То же самое. Не такого рода. Так. Вроде все готово. Сейчас давайте включу комментарии. есть ли у вас вопросы. Есть ли у вас вопросы. Так. Привет, привет. Смотрите. Если вопросов нет, мы идем дальше. Так. И первым, что мы возьмем, это белый карандаш. И мы слегка... Даже нет. Сначала карандаш мы не будем брать. А то мы сейчас запутаем друг друга. карандаш. Сначала мы возьмем как раз розовые оттенки маркеров. И смотрите, здесь такая особенность. На бумаге будет, естественно, другого оттенка. карандаш. И я сейчас буду подбирать... Сейчас, наверное, поярче. Нет. Уже непосредственно на... Вот это для светлого. Поярче что-то. Нет. Сильно яркий. То есть, видите, я уже путем подбора именно на бумаге... У меня, на самом деле, на крафтовой другой бумаге я рисую еще. Я могу вырвать листик, и мне это удобно. Там просто такая склеечка. А здесь, как бы, вырывать тольки жалко. Сейчас я вам скажу, какой оттенок я возьму. То есть, нам нужно такой более розоватый. Розовато-сиреневатый даже, как я сказала. Сейчас посмотрим. Сиреневый смотрится сильно сиренево. Ну вот, у меня R83. Сейчас будем смотреть, как он ляжет. И можно добавлять V12. Потом я покажу, что мы еще сделаем для того, чтобы у нас цвет еще ярче проявился. То есть, сейчас он будет более такой приглушенный. Так, сейчас еще попытка еще одного цвета. Даже, возможно, этот цвет подойдет. Это, как ни странно, Sonet 17 цвет. Почему-то похожий оттенок у копиков мне не понравился. Так что, либо Sonet 17 цвет, либо RV06, если прям сильно хочется, ядрененький, розовенький, либо еще какой-нибудь. То есть, чем ярче возьмет, тем он более явно будет проявлять себя. Ну, в общем, да, один цвет можно взять. На самом деле, вот такой процесс, он занимает какой-то период времени для того, чтобы выяснить, что за цвет. Поэтому, как ни странно, сегодня я рисую маркерами Sonet, даже без кисточки. Потому что розовый из них здесь на крафте наиболее подходящим оказался. И пока вот, ну, на самом деле, просто вот такая вот заливка идет. По поводу линера, вы можете, в принципе, использовать линер, если вам требуется для хорошего контура. И, опять же, смотрите, крафт высыхает, и он меняет немножко оттенок. Сейчас вообще на цвет я даю такую основу оттеночную, чтобы у меня выделился на крафте этот цвет. Чтобы не забегать вперед, дальше у нас будет намного ярче и контрастнее это все дело, поэтому не переживайте. Я думаю, сейчас еще добавлю, раз уж я рисую Sonet, сейчас я возьму посветлее еще розовый. И добавлю его сюда. Ну, на самом деле, даже не обязательно. Так, а на дальнем плане, так, вот здесь нам нужно обязательно залить. Причем я могу полностью заливать. Сейчас я буду более тонким. На этом этапе может смотреться немножко даже странно. То есть если мы рисуем там определенным на белой бумаге уже цветом видно еще как-то там интересно уже получается. То сейчас так немножко даже необычно. Может даже несуразно показаться. И смотрите, там где у нас вот эта вот часть, мы ее вообще оставляем. Она у нас близка к оттенку нашей части каблука. Все сейчас делаю именно для основы. Все, такой вот штрих. Так, сейчас мы возьмем для кожи. Так, друзья, если есть вопросы, пишите. Сейчас, секундочку. А, вот у меня тут вопросы были, а я не пролистала. Так. Что за маркеры? В данном случае я брала Санет. Спиртовые маркеры. То есть я рисую спиртовыми маркерами. Закрываю комментарии. Надо было мне на этой стороне рисовать. Так, и продолжаем. Сейчас мы берем более телесный оттенок. Давайте я буду Санетами дальше рисовать. Мне не принципиально. Пустые все маркеры убрала. Так, ладно, я сейчас буду искать и займет время. Давайте сразу беру Е35. Даже можно сразу чуть светлее брать. Е11 даже можно, да. для того, чтобы... Смотрите, крафт, пока мокрый, он окажется темным. Затем он высыхает, он бледнеет и цвет теряется. Поэтому сильно не акцентируйте на цвет, пока он не высохнет. То есть не смотрите, что он там светлый или наоборот очень темный. Так, и вот здесь вот я прям... Оттенка мне... Кожи не хватает. Так. Так, это был Е35. Значит, у нас будет Е31 и Е33. Так вот тоже. И теперь утемняю вот в этом месте. Видите, как он высыхает? Вообще его практически не видно. Многие скажут, что крафт ест очень много маркеров. Ничего подобного. В зависимости от того крафта, на котором вы рисуете, естественно. Потому что в данном случае мой крафт... Я бы не сказала, что он прям жрет бумагу. Так. И тоже подрастушую. Так. И тоже подрастушую. на работу на стадии рисования. Потому что больше... Ну вот именно вот что-то там не получается. Вы когда завершите, когда вы сделаете все... Все этапы, вы тогда можете оценивать. И что у вас не получилось. У новичка большая ошибка, когда он... Как бы у профессионала он все равно видит примерно, чего он хочет добиться. И он, проделывая там определенные этапы, он все равно подходит к какому-то итогу. Да. Вот. И где он там что-то не справился с тем, что он запланировал, это он уже анализирует по ходу действия. Но... Ошибка, когда вы еще не завершили работу, уже оцениваете. Так. Я взяла Е77. Копик. И делаю темные вот эти вот участки. Коричневатый. Каблук можно. И именно теневые. И вообще у босоножек, да, есть тут такие кантики. Можем сразу их отметить. Потому что постепенно, постепенно мы подходим к тому, что от нас... К тому, что мы бы хотели... Так. И чуть-чуть растушую. Так. Здесь вот Е77. Завершаю. То есть уже потихонечку у нас появляется форма. И в отражении сразу тоже пущу. Так. Есть. Есть. Вернемся теперь к джинсам. Я беру EBV23 у меня. Сразу-таки более теневые участки. Можно просто серый брать. Не обязательно какие-то сиреневые. Я просто сама люблю везде сиреневые добавлять. Вот. И... Сейчас посмотрим. C2, C3, C4. Вот у меня. И... Мы его вот сюда добавляем. И... И... C3. C3, C4. И... Я буду выпускать, не завершая как бы рисунок. Так. И сейчас уже скоро начнется моя любимая часть. Опять же в отражении подрастушевываю края. Несмотря на то, что бахрома у нас светленькая, я все равно вот где-то добавляю темный, чтобы она и выделилась. И потом я просто буду уже поверх белым. Так. Можно даже темнее взять там C5, хоть даже наверное C6 я возьму. Так. У зеркала грани. C4. Это было C6, дальше c4. Хлястик. так c4 еще чуть-чуть сюда пустим и в теневые участки вот на босоножке вплоть потом от серы можно там не серым более розовым каким-нибудь серо-розовым да вот копика это в 34 ну вот эта часть у нас больше теневой теневом участке поэтому мы ее вот так вот в тень вводим так c4 в 23 еще объем и и смотреть можно вот как раз том что я говорила бы в 34 кое-где добавить для того чтобы розовый как бы был розовым более но при этом оставался оттенок так здесь еще чуть-чуть кожу повыделим и начинаю добавлять белый гелевый белый карандаш при этом у меня под рукой точилка чтобы карандашик был наточен и мне нужно сейчас будет более мелкие детали более крупные детали делать поэтому я сейчас включаю комментарии и наверняка будут вопросы сейчас я беру сначала гелевую десятку и растушевываю чуть-чуть делаю грань сейчас начнется такой вот грань белого светлого и темного и когда мы даже белую гелевую кладем на маркер на крафте у нас равно более такой прозрачный то есть я беру и вот так вот растушевываю пальчиком пока она не высохла но для этого вам нужна хорошая гелевая потому что если она у вас какая-нибудь слабенькая она вам не даст этого добавок бумага чуть-чуть фактурная и вот как раз у меня у меня получается тот эффект который мне требуется такой немножко шероховатый блики блики мне нужны прям блики-блики то есть их я даже не трогаю осмотрите внимательно чтобы вас не оставался штрих там вот где белую я сейчас использую не обязательно что ее оставлять ее можно будет перекрыть немножечко маркера то есть везде можно экспериментировать пробовать растушевываю пальцем на заднем плане уже не таких прям бликов не будет я белого чуть-чуть добавляю для того чтобы меня высветлить да но уже не так ярко и не так четко пока у меня там такое больше пятно но я вернусь еще к нему так на хлястик есть дальше вот сюда я уже добавляю карандашик мне нужно помягче такой вот блик более мягкий так джинса то есть передний план у нас вообще должен быть прям более проработанным и вот здесь у нас пошла наша ниточка там бахрома когда джинсы потрёпаные так немножко сюда так и дальше у нас такие пошли что сейчас мы сделаем именно на чем стоит у нас нам нужно теперь сейчас будет отделить наш каблучок так есть кто-нибудь кто рисует со мной и успевает ли он там такая металлическая стальная подставка нам нужна она даже не настолько проработанная сколько просто обозначенное пятно для того чтобы у нас еще сильнее вылез передний план ноги так сразу беру побольше не видно в итоге я очень надеюсь что эфир сохранится и выставиться на youtube и смотрите вот прямо очень хочется мне добавить сиреневого потому что мне не нравится серый давайте я уберу комментарий я поняла потому что просто на моем устройстве мне видно все а у вас я так понимаю закрывает так добавляю сиреневый 75 сонет 75 сонет так дальше берем опять c6 я сейчас тоже стараюсь сильно много оттенков не брать то есть порядка шести 5 сколько у нас тут два три серых два сиреневых розовый а и темно-коричневый еще интересно на самом деле можно и серыми как нибудь обойтись подрастушуем и вот здесь у нас каблучок на самом деле до плоскости и дает отражение сейчас опять же будем уже облагораживать до контуры делать рисунок так расчесывать его так сказать да более гладко более детально и вот уже по своим ощущениям можете добавлять оттенки какие то если вот распробовали бумагу я вот допустим еще сиреневого добавлю лишним не будет и нам нужно еще джинсы как раз сделать вареными поэтому я беру карандашик к краю у меня прям они такие плотненькие дальше можно это сделать гелевой и потом поверх еще наложить оттенок допустим здесь посветлее можно даже вплоть по рисунку главное чтобы сильно штрих не оставался потом сейчас такой немножко сумбур в ваших глазах наверняка дальше я кладу сверху серый маркер и у меня такой можно серый можно там сиреневый какие у вас есть оттенки которые вам подходят для данного скетча вот и у меня сейчас сиреневым он уже больше виден как сиреневый дальше джинсы есть такие всякие штуки сейчас я их размажу еще и более темненьким и более темненьким обозначаю так сереньким еще мне нужно вот сюда добавить блика c4 c4 любого было три бв 23 прошу прощения нам нужно показать что здесь немножко такой глянец есть здесь у нас утемняется и растушевывая вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В отражении у нас все равно должно прослеживаться Что-то схожее Все-таки цвет кожи будет поярче Чтобы опять же выделить Я сейчас беру белый карандаш И заштриховываю Фон То есть можно его и прям плотненько заделать Можно на растушевку Если плотно, то у нас будет прям более белое пятно Но если с растушевкой, то он у нас Такой средней тональности будет Так И как видите Здесь у нас пошло уже зеркальце Во-первых сюда мы тоже На джинсу чуть-чуть добавим Такой средней тонненько заделать И вот туда можно как бы на нет делать меньше карандаша. Но есть такой вот эффект прикольный, когда мы белый кладем именно на крафт. У нас еще более такой контраст больше появляется у рисунка. Нежели если мы там работаем на белом и разные совершенно эффекты. Так, здесь у нас как раз та штука наша. Так. Так. Каблучок виден. Дальше уже смотрите сами по вашему скетчбоку. Хотите ли вы его прямо дорисовывать до конца. Либо оставлять на таком вот этапе. Здесь у меня немножко залез каблук, поэтому гелевая мне точно надо. Гелевая она нам видите дает более плотную заливку. Но при этом мы не можем ей много нарисовать. Естественно можно тут и потом уже дополнять вплоть до каких-то белильных оттенков. Там типа чернил белых, но я вот путем белого гелевого и белого карандаша достигаю вот этого эффекта. Так, там даже пальчики у нас видны. Вот так. Плюс карандаш можно стереть, если что. Так, вот идет темный карандаш. Темный карандаш, белые гелевые. Рисовываем тушу, каблучок. И вот здесь у нас еще был лястик. Сильнее. Можно тоже чуть-чуть гелевый подрастушевать. И вот так вот уже путем карандашиков. Можно в принципе и маркеров. Вот тонкие линии карандашом гораздо удобнее. Причем я сейчас взяла не черный, а темно-серый. Можно коричневатые взять оттенки. Я стараюсь еще максимально это быстро все сделать. Так, что у нас по времени? Начнем. Причем. 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 В отражении нам нужно в принципе там буквально похожие фрагменты, которые вот есть в зеркале. мы их туда же просто отмечаем. Вопрос еще в том, какого эффекта вы хотите. Вы хотите супер реализма, то естественно здесь вот прямо сейчас на крафте мы этого не сделаем. Если мы хотим ну как бы приближенно к реализму, но в то же время было понятно, что это рисунок, то мы по такому как раз с пути и идем. Беленькую кину, нам надо сюда побольше продолжить. И вдобавок здесь плоскость, на ней блик такой светлый, но он темнее, чем белый фон. То есть это плоскость. Слегка мы ее обозначаем. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч. Была рада с вами перерисовать. Субтитры сделал DimaTorzok